На вид медицинская маска, а на деле чистый яд. Этой осенью россияне начали жаловаться на поступающие через мессенджеры сообщения о новом виде мошенничества. Злоумышленники ходят по квартирам, предлагают купить маски, пропитанные наркотиком. Примерив такую, человек быстро теряет сознание, а преступник получает легкий доступ к имуществу. Это фейк. Быстро среагировала пресс-служба МВД. Но в стране по-прежнему есть и остаются вполне реальные преступные комбинации. О некоторых из них знают и самарцы. Ой, телефонные мошенничества звонят, постоянно с каких-то номеров непонятных и взбрасывают. Вот это такое только. А так вроде не попадались. Ну сам попадал. Звонит, надо вот денег перечислить ребенку, моему мужу. Я перечисляю, он мне потом звонит. Он говорит, я ничего не просил. Я в банке работаю. Очень много звонили мошенников. Людям звонят, спрашивают данные карты, номер карты, коды безопасности, коды в СМС. Люди говорят, списывают деньги. Здесь у нас по дому ходили счетчики, проверяли лохотронщики. Роспотребнадзор предупреждает. На фоне новостей о пандемии, начиная с весны, в России появилось порядка 20 новых мошеннических схем. Это и продажи несуществующих лекарств от COVID-19, и предложения о мифической господдержке, и ложные благотворительные акции. По данным регионального управления МВД, в Самарской области подобных случаев не фиксировали. И все же общая доля фактов обмана растет, прежде всего, за счет махинаций в интернет-сети. Обманутых в этой области за время пандемии стало в два раза больше. По-прежнему популярны телефонные звонки от лжесотрудников банка. Ежедневно в областные отделы полиции поступает порядка 10 заявлений по электронным кражам. Если же говорить о контактных видах мошенничества, то здесь самая распространенная схема – обман пенсионеров под видом соцработников. Внедряются в доверие, рассказывают о несуществующих соцвыплатах, узнают, где хранятся деньги и пиши «пропало». Только за этот год таких случаев зафиксировано более 80. Пожилой гражданин должен понимать, что бесплатный сыр у нас бывает только в мышеловке. Соответственно, если приходит человек, представляется соцработник, он говорит, что ему положены какие-то определенные выплаты, необходимо эту информацию проверить через своих знакомых, а лучше связаться со своими детьми, родственниками. Из-за своей доверчивости чаще всего именно пожилые граждане становятся жертвами мошенников. А пока для них в регионе действует режим обязательной самоизоляции, специалисты рекомендуют быть особенно бдительными в случае прихода подозрительных гостей. Конечно, всегда были люди недобросовестные, которые пытаются воспользоваться ситуацией, в данном случае пандемией, когда у нас граждане пожилого возраста вынуждены сидеть дома. Поэтому хочется предупредить всех пенсионеров. Социальные работники просто так по домам не ходят, не предлагают ни продукты, ни маски, ни другую помощь. А социальный работник выходит в те семьи, от кого поступало заявление и просьба назначить социального работника. Напоминаем, что одинокие жители, не пользующиеся услугами соцработника, могут обратиться за помощью волонтеров акции «Мы вместе». Достаточно позвонить на номер горячей линии и перечислить, что нужно купить в магазине или аптеке. Телефон на экране. Гульфия Сафина, Николай Сидоров, Николай Епифанов. События.